А так можно? Да. Да. Ну ладно, я приеду. После Олимпийских игр Оля много ездила по миру, принимала поздравления. Так что тренироваться было очень мало времени. Выступила неудивительно университет, выступила со старыми комбинациями, выступила посредственно, нужно сказать, хотя и завивала там пять золотых медалей. После университета стало ясно, что нужно срочно добавлять в комбинации какие-то очень новые оригинальные элементы, потому что зрители от нее ждут чего-то нового, необычайного. Она вообще не любит учить новое. Когда я только сказал ей, вот Оля, будешь учить такой элемент, она мне говорит, что придумали, вот так и учите сами. Я уговорил попробовать. Ну, она попробовала на брусьях его, потому что после университета, через два месяца, ей необходимо выступать на первенстве в Европе. Вот как ее воспринимают в теле, я не знаю. И как она все его сделает, тоже неизвестно. Может сделать и хорошо, а может и сорваться с него. И вот он, лондонский чемпионат Европы. Первое крупное международное соревнование гимнасток после Олимпийского Мюнхена. Новое испытание творческих поисков Ринальда Кмеша и Ольги Корбута. По правилам этих соревнований от каждой страны в них могут участвовать лишь две спортсменки. В Лондоне представляет Советский Союз в борьбе за высший европейский титул, доверена его обладательница Людмиле Турищевой и Ольге Корбуте. Все ждут, конечно, от Ольги Корбут только отличного выступления. Памятая о том, какую программу она показала в Мюнхене. Памятая о том, какую программу она показала в Мюнхене. По-моему, это было прекрасное выступление. Как раз, в общем-то, этого и ждали все восемь пяти зрителей, которые сегодня пришли посмотреть выступление гимнасток. Да, то было действительно замечательно выполненное упражнение. Но к общему огорчению, единственным, в котором Ольга сумела выступить в полную силу. Все больше и больше стал сказываться вроде бы небольшой ушиб ноги, полученный во время тренировки. Было больно. Ольга понимала, что уже не может рассчитывать на очень высокие результаты. Но она не сдавалась. Она продолжала борьбу. Внимание! Корбут готовится к прыжку. Прыжок не состоялся. Ольга выбыла из борьбы. Я вспоминаю Ольгу, когда я ее видела первый раз на соревнованиях. Она тогда впервые продемонстрировала свой элемент, который через несколько лет ошеломил зрителей, любителей гимнастики. И сейчас уже называют ее именем этот элемент. Это петля Корбут. Тогда она эту петлю сделала неудачно. Она сорвалась. Сорвалась и казалось, что все. Как девчонка будет на это реагировать? И вот как она рвалась в бой после этого срыва, видно было, что она вырастет в большую спортсменку. Видно, что она еще не раз будет побеждать. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Уже не маленькая, уже все прекрасно понимаю. Я верю, что после меня, когда я сойду, будет очень много у него девочек, которые покажут его мастерство, его выдумки, которые он задумал. В общем-то, он живет, ну, вот, как это вам сказать, многими годами вперед. Он в будущем живет. Вот так. Зачем ты так напрягаешься? Прямо дрожит все от напряжения. Свободнее, опусти плечо только. Плечо опусти, а эту выше руку. Вот, вот так, дальше что у вас? Раз. А, посмотри. Вот идет два, а потом опять вот так пошла. Смотри, вот идет прям, и отсюда пошла плечо. Вот эти. Пошла. Вот. Вот, видишь, какая сразу гимнастка красивая. Девочки, на шпагат сели. Вытянулись. Так, пошли. И раз. Ноги прямые. Ба, широко. Постояли. И раз. Показали. Ба, не спеши. Не надо, Ира, так. Красиво нужно делать. Нужно чувствовать, что сами себе вы нравитесь. Вот тогда будет получаться хорошо. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ